Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня 9 августа, вторник, на часах в Якутске 19.15, прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо, в студии Владимир Сенюшкин. Я рад представить нашу сегодняшнюю гостью. Это руководитель департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Лариса Ивановна Макарова. Лариса Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер и добрый вечер, уважаемые телезрители. Лариса Ивановна, повод для нашей встречи и вообще тема нашей сегодняшней беседы – проведение профилактики мероприятий по недопущению заболеваемости сибирской язвой в Республике Саха-Якутия. А действительно уже таким информационным поводом послужило то, что, например, в Ямало-Ненецком автономном округе не так давно был введен карантин из-за сибирской язвы, от которой погибло более 2000 оленей. И этот диагноз был подтвержден также и у людей, в том числе и, к сожалению, у детей. Давайте сразу снимем все вопросы, насколько можно говорить или нельзя говорить о некоторых сообщениях, которые распространились в том числе и в WhatsApp, о том, что эпидемия достигла и Республики. Нужно сказать о том, что это WhatsApp. На самом деле то, что это официальная информация, сибирская язва зарегистрирована в данное время только на Ямале. А эпидемиологическая ситуация в Республике сейчас стабильная. Значит, мы еще к этому подойдем, еще об этом поговорим. А пока давайте от печки, что ли. Что за возбудитель сибирской язвы, что за переносчики сибирской язвы и что является источником заражения? Сибирская язва – это заантропонозное заболевание или это особо опасное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Заболевают все виды животных. И возбудителем является бацилла, или по-латински это бациллис антроксис. Это почвенная, грамм положительная, спорообразующая палочка. Она может находиться веками в почве, но при доступе воздуха, кислорода, оно образует спор и распространяется. Дело в том, что имеются три формы заболеваемости. Это корбункулезная, легочная и кишечная. Корбункулезная заражается от погибшего, от больного животного. Например, при разделке трупа, при разделке шкуры, возможно, и когда есть порезы и раны на теле. Легочная – это воздушно-капельным, но это редкий случай. И вот то, что было в Ямало-Ненецком, это через кишечная форма, потому что по источникам это они поедали мясо больного оленя. Поэтому источником заражения, прежде всего, является больное животное. Понятно. Но если вот говорят также ученые о том, что причиной вообще вспышки инфекции стала аномальная для Крайнего Севера там, во всяком случае, в Ямало-Ненецком. Тепло в течение месяца на Ямале держалось жара до 35 градусов по Цельсию. У нас лето не такое в этом году. Но могу ли я вас спросить вот о чем. Могут ли быть вынесены на поверхность палеовозбудители вот эти вот, в том числе от мамонтов, я не знаю, от ископаемых? Да, возможно, потому что, я как еще рассказала, это почвенные бактерии. Но дело в том, что аномальная жара, она не является единственным источником. Действительно, когда жара, то иммунитет животных, естественно, он понижается. И при этом, если есть какие-то сибироязвенные захоронения, то при каких-то либо раскопках, при проведении милиативных земельных работ, и в том числе при раскопках мамонта, в принципе, это очень больнее даже возможно. Ну, хорошо, это мы просто предупредили, что такое может быть. Хорошо, когда была впервые зарегистрирована вспышка сибирской язвы в Якутии? Вот по историческим данным, вообще было с 1811 года. И нужно сказать вот еще одно, почему сибирская язва, да? Если вот название сибирская язва. Потому что во второй половине 18 века именно на Урале и в Сибири, во всей Сибири было распространено данное заболевание. Поэтому от этого и пошло слово сибирская. А язва, о чем я говорила, карбонкулезная форма 90%, это вот язва на теле человека и животных. Поэтому получается вот сибирская язва. Но нужно сказать о том, что в то время, конечно, никто не регистрировал, никто не фиксировал, и у нас официальные данные, вот мы рассмотрели архив, добывали архивные данные, у нас в Якутии зарегистрирована с 1890 года. И она была сфиксирована тогда, когда к нам приехал главный ветеринарный инспектор, первый из центральных, из Москвы, приехал к нам в Якутии. Тогда он начал только регистрировать. До этого здесь ветеринарной службы не было. И в 1909 году была впервые сделана вакцина. И у нас есть даже архивные данные. В 1853 году особенно многое количество было в Уссалданском улусе, на Колымском тракте и в Илюськом округе. А не могли бы вы сказать, мне просто интересно, действительно, за вот эти вот, получается, 126 лет, ну, хотя бы со времени фиксации, с 1890 года, были ли какие-то, ну, сильные вспышки? Ну, вот сильные вспышки, вот эти, они проходили до 1940 года, начиная, вот, по официальным данным. Да, 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 конечно. С 1890 года, до этого, потому что никто конкретно не фиксировал. Но с 1940 года так стала и ветеринарная служба развиваться у нас в Советском Союзе. И методы диагностики, и вакцинация была уже создана. Хотя саму бактерию в 1876 году пастыр высел на чистой культуре. И вот с тех пор, когда начали проводить массовые вакцинации, вот тогда и пошел на спад, вот эта болезнь пошла на спад. И начиная уже тогда были только спорадические случаи, это, значит, единичные уже случаи. Ну, в спусте. Но в любом случае 123, после 1940 года 123 случая было. Но в отличие от того, что было до 1940 года, 123 случаи, они там уже не закапывались животные в землю, а уже сжигались. И только останки там уже закапывались. Какова сейчас эпизоотическая ситуация по УУСам? И сколько вот сибириазменных захоронений в Якутии? Ну, на данное время, скажу так, что эпизоотическая ситуация в целом по республике, еще раз напоминаю, что она стабильная. Но дело в том, что у нас имеются вот... Мы провели большую работу архивную, да? Фактически в 2010 году сделали инвентаризацию. И вообще работа начата была в 1996 году. 285 сибириазменных захоронений. Самое большое количество у нас имеется в Усалданском УУСе, как я уже сказала, да? Оно занимает 13% от всех. Это в Мирницком УУСе. Это, значит, в Вилюйском УУСе и в Среднеколымском УУСе. Хочу отметить о том, что последний случай сибирской язвы у нас был в Мирницком УУСе в 1993 году. Но тогда пали не сельхозживотные, а пали дикие животные. Это понятно в связи с тем, что там проводились изыскательские работы по алмазе, добыче. А насколько большая часть захоронений находится вдали от транспортных путей сообщения и от мест проживания людей? Ну, хочу сказать о том, что вот из 285, 77, они известны точные координаты. И вот эти точные координаты в основном и находятся в близ населенных пунктов. А вот эти 208 сибириазменных захоронений местность известна. Вот, например, тот же Алас, да, та же Поляна. Но вот точных пока у нас архивных данных мы не можем найти, но они все находятся в труднодоступных павтундре, там местах. И для того, чтобы их обследовать, действительно, нужны очень большие средства, авиаполеты, там вездеходная техника. Ну, хорошо. А вот какую вы работу проводите с сибириазменными захоронениями? Ну, здесь у нас, хочу сказать о том, что принято правительством республики распоряжение. Дорожная карта о оформлении собственности этих сибириазменных захоронений. Создана, у нас есть противоэпизодическая комиссия. Собственность республики вы имеете в виду? Да, собственность республики. Противоэпизодическая комиссия имеется. При противоэпизодической комиссии работает межведомственная комиссия по определению мест захоронения этих сибириазменных захоронений. Во главе с руководителем комитета по жизнеобеспечению. Вот первая задача была это провести инвентаризацию. Мы фактически начали, еще раз скажу, с 2010 года. До этого тоже проводили в архивах, во всех поработали с населением, поговорили с старожилами. Но, к сожалению, старожилов очень почти что и мало осталось. И вот сделали реестр 285. Теперь, значит, у нас идет в соответствии с дорожной картой, надо же проводить кадастровые работы. И поэтому Министерство имущественных и земельных отношений. Вот в прошлом году провело кадастровые работы на 3 миллиона 185 тысяч людей на было из средств бюджета. Вот на данное время сейчас они будут проводить конкурс на полтора миллиона. Будут проводиться кадастровые по 33 сибириазменным захоронениям. И вот последующие года до 18-го года, до 17-18 год прогнозе потребуется еще 10 миллионов. То есть, в общем, расписано. Расписано. Хорошо. Самый главный вопрос. Какая профилактическая работа проводится по недопущению, собственно говоря, заболеваемости? Ну, я хочу сказать о том, что от техногенных факторов и климатических, ну, кто мало, кто застрахован и не гарантирован. Поэтому, хотя и вот мы сейчас уточняем все места сибириазменных захоронений, но самая главная профилактика это вакцинация животных. Иммунизация. Полная иммунизация. Мы вот ежегодно, у нас не было ни одного года, вот за последние годы, вообще и советских времен, так как вспышки у нас были еще тогда, не было ни одного года, чтобы мы не выполнили план по вакцинации сибирской язвы. У нас вакцина приходит с федерального бюджета. То есть, мы население делаем бесплатно. У нас государственное задание. Мы в 2015 году вакцинировали скот 125%, то есть нарождающимся молодняком, свиней 100%, мелкий рогатый скот 100%, так как они находятся в скотопомещениях. Конечно, нам легче, мы обходим каждое скотопомещение и провиваем. Но немножко затруднение есть с лошадьми, потому что это кибеневочное содержание и олени. Но в любом случае, вот мы в прошлом году лошадей 80% вакцинировали, оленей 75%. В том-то и дело, что иммунитет сохраняет на один год. И поэтому получается, что мы осенью, когда сбор лошадей проходит, вот тогда полностью вакцинируем оленей карализации. В данное время, в этом году 50%. Лариса Ивановна, финальный вопрос, меньше минуты остается. Департамент ветеринарии Республики имеет в соавторстве патент по разработке ассоциированной вакцины по сибирской язве в оленеводстве. Очень кратко. Да, мы работаем, конечно, без науки в ветеринарии никуда. Мы имеем патент совместно с учеными, ассоциированная вакцина против сибирской язвы и некробактериоза. Потому что очень затратно проводить несколько вакцин. Поэтому мы одним уколом вакцинируем, профилактируем две вакцины. И это сейчас, на следующий год, оно будет массово производиться. И будем мы ее применять в целях улучшения эпизодической ситуации. Лариса Ивановна, спасибо вам большое за встречу. Пора прощаться. Это была «Арена событий». Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Ну, как я могу. Субтитры создавал DimaTorzok